Мы решили посчитать, сколько же стоит день отдыха в Ейске в разгар сезона. Середина июля. Самые дорогие цены. Итак, один день вы можете потом суммировать, сколько вы будете отдыхать. Вот сегодня мы считаем, что мы уже оплатили день гостиницы стоил для нас 2400. То есть в семейный номер мы позавтракали 550 рублей. Вот наш чек за завтрак 540 рублей. Можно и скромнее, можно было не брать блин с бананом, который не ел все равно Тёма. С завтрашнего дня он ест кашу и бодоказы. А блин с бананом 30 рублей всего-то стоил? Да? Ну, просто да. Ну, если я всё правильно понимаю. Да? Правильно? 30 рублей блин с бананом? Да. Ладно, Тёма. Первое слово на браку. Угу. Хорошо. И мы пока ещё умудрились ничего больше не потратить. Это удивительный случай, конечно. Ну, ещё не вечер. Ну, потому что Артемий временно доказан. Я думаю, цены нужно резюмировать уже в конце дня. Да, нет. Мы будем просто всё снимать. Бюджет. Что мы будем. Но я уже вижу, что будет. Будем, ну, всё как бы. Тут горки есть, шмурки, всякие аттракционы. А я хочу сказать, что на колобляхе есть лапку. Да. Ну, что они тут пузом будут. Ну, это очень далеко, Тёма. Ну, корябка-то. Узнаем, сколько же стоит день. И там-то подведём итоги. Мы проходим как раз мимо Дельфинария. И тут цену можно посмотреть пока. 700 рублей. Свободная посадка. 800 посадка согласно указанному месту в Вилейке. Впереди, мне кажется, посидеть надо 800. Вот. Так. И что? Фото-видеосъёмка во время представления стула. И дельфины расфотографироваться 600. И купание с дельфинами в тысячи. Конечно, очень хочется, чтобы Тёмка покупался с дельфинами. Но я не знаю, насколько он сейчас. Тёма, вот как ты думаешь, ты бы смог с дельфинами поплавать? Боишься? Боишься? Боишься. Попозже лучше. Мамууа на фотя! Опааааааааааа! СИИИИиии! Это был самый главный разгон в Ляже, да, с фото 200 рублей сначала, когда подошли, торговались за 150, естественно, после того, как пофоткались несколько раз, специально для вас всего 600 рублей, ну, короче говоря, 200. 200 за каждого, один в подарок. Короче, говорят, говорят 600, вы говорите 200, один говорит окей, и пошли дальше. Кафе баклажан. Пойдем, посмотрим меню здесь. Меню стоит здесь, оказывается, на входе. Сейчас мы его посмотрим. Посмотрим. Ну, пицца, супы, солянка, крошка, горячие блюда. А, ну и шашлык. Шашлык. Мы изучаем барную карту. Может, тут сцены приехали походу на чай. Ну, интересно. Нет, вот чай ты так хочешь с накопом, но все-таки на русском побережье. Поскромнее. Закварная карта. Че такое? Никогда не узнаешь, чего это напиток это. Чай. Объем. Ну, это, короче, чайник 200 рублей, да? Чай. А, порционный. Стакан, короче, 30 рублей. Да нормально тут сцены. Нормально. 100 миллилитров 85 рублей. Ну, вина Кубани, наверное, футбол какой-нибудь, но тем не менее. Порция как раз для тела. Маленькая. Хотя это могут быть таким-то компактными супницами. Нет, ну, супы тут неправильные, это понятно. Но они, наверное, все равно не отвратительные, не кубиковые. Нет, они нормальные, не кубиковые, но сделанные неправильные. Ну, не отчет ковара, не высокая кухня, как бы хотел сказать. Он же в ресторан высокая кухня пройдет. Супчик за 70 рублей, а я еще выеживаюсь, да? Нет. 695 рублей. 695 рублей. Три супа. Три вторых. Тема еще десерт и подключает папин на пиво. Пиво 100 рублей. Короче, без пива это было бы... 600. 595. Короче, нет ни одного блюда дороже 100 рублей. Крутяк. Вы наелись, я, да? Да. Даже Тема понял. Теперь ты сам можешь съехать с горки, а папа тебя поймает. Круто, круто. Эй! Доказывается, белу-копар. Мистер. Пушка с бужениной традиционной формы. Так, все это хорошо. Вот я вижу четкие шаурмы. Бургеры есть еще. Ну, подобие Макдональдса. Черные, помню, сейчас есть. Черные в Бургер Кинге. А-а-а. А, это все? Ну да, мы, может, на них остановимся. Кирпикон. Какой симпатяга. Бедной готовится. Вообще прикольно. Спасибо. Слушай, он огромный, да? Он больше твоей головы. Атлета куриная, но вкус маринованного шашлыка вообще. Он вообще нереал. Первый раз в жизни, могу сказать, это лучший Макдональдса. Наконец-то мы добрались в парк Патушина. Идем смотреть, что там есть. Ну, даже рядышком уже отъемочком заприметил. Любимые машины. Очень много вкусов. Я тебе перечислю, а ты скажешь, какой ты хочешь. Ананасовый, глобничный, малиновый, вишневый, банановый, ванильный, дыня, маракуйя, кистайка. Чай с малиной. 120 рублей. Плюс. 120 рублей. Мы нашли пресс-курант на трактору. Здесь можно сфотографироваться. Прокат костюма и ваш фотоаппарат. Можно в любом царском костюме сфотографироваться. 350 рублей это стоит. 350 рублей сфотографироваться. В костюме мушкетера. В костюме мушкетера. Он ест мало. О. Ну, да. Сейчас Артемку одену в костюм мушкетера. Так, наш мушкетер ходит непременно со спиннером. Залази. Смотри сюда. Слушай, мне нравятся такие цены на корочке. На качели. Нет, тут реально 50 рублей. Сколько он хочет кататься обычно. Он 10 раз, но никогда 10 качелей не катались. Потому что у нас стоит и 150, и 200 рублей. И, да, по-моему, 250. 50 рублей. Все шикарно. Пока! Зато мы такие большие увидели квадроциклы. Настоящие квадроциклы. Я хочу такой фигни. Квадроцикл 250, большой 300. Про возраст ничего не сказано. Но это настоящие большие квадроциклы. Поехали. Пока! Вот такой красавчик мушкетер. А еще? Посмотри. Думайте, это свежее прессоро. Это меню. Ну, это, собственно, пицца. Пицца, пицца, пицца. Том-ям. 260 рублей. Ну, все-все-все-все. Или роллы лучше. Или... Ну, креветки можно назвать, мидии. Берей, как морепродуктов. Я, честно говоря, хочу. Я... Это... А, ну вот, в принципе, 210 грамм. 400 рублей. Принесли его коктейль клубничный. Принесли пьесу. Пахнет пирожками. А мне... Софей на банановый смузи. Ну, вкусный. Обычно холодный кофе. С привкусом банановым. Вкусненько. Вот у нас счет от прекрасного ужина. В нормальном пафе. 660 рублей. Мне нравится кушать в Йейске. Мы уже завтра уезжаем. Три дня пролетело. Обещали, почитали один денек. Сколько стоит отдых в Йейске. Отдых именно с детьми. Пометочку. Итак, я сразу скажу, что это был, наверное, самый такой затратный денек. А именно та часть, что мы ходили в парк. Всего у нас получилось, вот мы тут записали, 6460 из них. 2400. Ну, помните, наш отель стоит, да, номер в отеле. В парке мы потратили, ни в чем особенно себе не отказывая, аттракционы, конкретно 1600, ну и плюс там поужинали. 600 с чем-то там рублей, точно мы не помним. Собственно, вот такие суммы. Понятно, что каждый отдыхает по-своему. И можно не позволять своему ребенку так много аттракционов, либо угощений. Что для кого-то. Но у нас есть одно такое преимущество, да, у нас практически бесплатная дорога. Мы же в Краснодаре, поэтому на машине добраться нам довольно-таки не затратно. А если вам еще и лететь, то, ну, посчитайте примерно. Примерно вы можете уже понять, сколько выйдет вам отдых, и стоит ли для этого выбирать российское побережье. Пока!